Всем привет от экипажа Ветро! Привет! Сейчас мы вам покажем видос о том, как мы на зимовке в Черногории обрастали всякой еживностью и как мы с ней боролись. Для начала мы вам покажем кадр, что случилось с веревкой, обученной на полгода в воду. Посмотрим. О, тяжеленная! Это что, кранец? Да. Лови, сколько у них какашек. Жесть какая! Прощайте. Мы долго вас кормили какашками. Продолжим. Ой, ты достанешь их. Желаю, да? Это прям воргенштерн. Кто-нибудь хочет Мил Апилов отведать? Паэлю. На рынок надо, да? И что? Дальше-то что? Ну, что? Ну, вон, на полководке. Да, вот туда. Давайте под мост положим. Ой, замарал весь пирс. На продаю привяжи. По воде тащи, сколько можешь. О, почистились. Стой! А веревку-то перекусили, зараза, переели. Ну, сгнила, они же на нее цепляются. Вот они в прошлый раз так же уже не донесли. Не донес. До нашего путешествия осталась буквально неделя. Подготовка идет к полным ходу. Главное, не кувыркнись. Видишь, сколько слизи. Это не слизи, это водоросли. Полгода мы прожили в Черногории. Пора бы и отчаливать. По патерлинии все обросло. И все, ракушек нет. Ракушки, я думаю, по бокам не нарастают. Они нарастают на дне. Мне кажется, если пойти в море и дать газу, оно само все смотрит. Не, оно прям преросло, знаешь, как сильно. Обросли мы не только слизью, но и друзьями, и хорошими знакомыми. С губкой для муфия посуды. И своей любимой футболкой. Шпателем можно все это чистить. Здрасте, покорябый. Может покорябый, а может нет. Все равно у меня шпателя нет. Холодная вода? Нет. А, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь, брат? Пока! Марыновый борт. Так, рука устала. Чистить борта от слизи это просто. Настоящие головники скрывались ниже в этой линии. Вал, винт, робкаттер. Все это обросло живностью и превратилось в огород. В такой комок, который создавал дисбаланс и вибрации. И чтобы все это почистить, мне пришлось впервые в жизни вчихлиться в акваланг и нырнуть. Я-то черепаха всплыла. Дядя, надо выдыхать. В уши выбирается вода. Блядь, да у тебя не куплю. Сколько у тебя дыров-то, ё-моё, блядь. Олег говорил, что это плохая идея. Не знаю, куда он собрал. Не, а он же проверим. Ему немного. Он сейчас на дно и пойдет вместе с акваландой. Выход в открытый космос. Смотри, на самом деле это не шутка. Можно мне лады сейчас одеть? Нет. Да ты попробуй. Потом вылезешь и оденешь. Он тяжелый. Водел легкий будет. Федя, нам плавучесть твою проверить. Прикрепи этот самый. Отплываемый. Держи, держи. Держи. Вот так просто. Вот, все. Вот. Нормально дышишься? Я не тонул. Я понял. Ты нормально дышишь? Ты сейчас возьмись, смотри, здесь руки порезут. Он об этом облесит. И опустись под воду, и подыши. Да, и повыдыхай, и через это. Через нот. Сразу не ныряй. Давай, мы тебе бумажку поможем одеть. Да, я думал, у Славы проблема. У нас Федя не тонет. Есть какие мысли? Ну какие мысли? Это вообще... Это вообще очень сложно. В кино оно все как-то смотрится легче. Оказывается, он очень тяжелый. Он в воде ничего не лезет. А в воде, да, легкий. Я сейчас нагибался за плетчатками, так и коленки не отпали. Я одену. Ты не нагнешь, ты даже. Не, не надо нагибаться. Латку сломаешь. Я дотянусь. Подержись. Давай, давай, ты же сам. Я один сам одел, все. Попробовал. А ты умеешь хоть в ластык погружаться? Нет. Все, залазь. Надо сесть. А ты как-то залезешь в них. А, и что, и что? Сесть сначала вот сюда, а потом вот так погружаться вниз. Нафига? Потом развернешься. Не понял. Ну ты же не залезешь. Как ты в ластык собрался нырять? Прыгнул. Не унимайся. Не, нормально. Пуожи, стой. Держись рукой за веревку и прыгай. Ты не прыгал, лучше сядь. Тихо, пусть прыгай, только чуть подальше, чтобы волосы. Вот единственная безопасность на волос, да. Ой, опасность. Развернуться тебе надо. Все, все, не забудь, что баллон сзади есть. Надо подныривать, перевернувшись. Кому я это ору? Ага. Нормально, будешь хрятывать. Уже начал, процесс пошел. Вот это все. Да, у меня сумка раздута. Федя, иди сюда. Федя! Иди сюда, Федя. У тебя сумка раздута, дай я ее вздуву. Подойди, ты не тонешь из-за сумки. Да, да, да. Миша сказал, что она постоянно накачивает. Уже лучше стал. Ну да, смотри. Подводных съемок чистки винта у меня нет. Но вот, посмотри пару кадров, как обросла нижняя часть келя. Похоже, она не была прикрытой необрастайкой. В тот день я почистил только винтовую группу, так как мне было супер некомфортно, тяжело и неприятно. Возможно, потому что снаряк был не по размеру, а может, потому что это мое первое погружение прошло почти без инструктажа, так как дайфинструктор, хозяин всего этого оборудования, отсутствовал в тот день на причале. Погружаться с Аквалангом тогда мне не понравилось. Но в следующих видеоэпизодах нашей морской истории ты увидишь еще три или четыре ситуации, когда мне было нужно проводить разные подводные работы на лодке. Все познаются в сравнении. Все последующие разы мне приходилось нырять на задержке дыхания. И я осознал, что на самом деле у Акваланги было круто и супер комфортно. Это ужас какой-то. Это было мое первое погружение. Не слышно? Это было мое первое погружение, надеюсь, последнее. Мне абсолютно эта штука не понравилась. А тебе так идет? Там страшно. Давит яйца, давит подмышки. Мне нужно побриться, чтобы вода не попадала в гладку. Тяжело дышать, устаешь физически. То на дно тянет, то всплываешь. Непонятно. Я так и не привык к этому. Надо пройти сначала курс молодого. Анот почти съела. Практически новый был. Анот разрушился на винте. Хорошо было бы смирнуть и еще раз заменить его. Но я уже в пижаме. Иди давай в теплый душ. Руки высовывай сначала. Я как лягушка. Кожу снял. Мески лягушка. Мокро, валючая, в болоте. Сожгем? Признавайте, 100,5 лет я там был. Все. Все по чуть-чуть. Все волки начали это делать. Определи. Ракушек почти нет. Вообще то есть нет. Я не заметил ни одной ракушки. Я везде прикасаюсь с руками, без проблем. Слизи очень много. У нас бы кто-то нет. Вот. Винт весь был заросший. Нет, не сошли. Ракушек почти нет, но винт был весь заросший. Какой-то такой тиной, может быть, какими-то мелкими такими ракушками. Непонятно, из-за мутности не видно, что идет, когда его шкрябаешь. Ой, извините. Отвлеклись. Забыл еще сказать, что даже на метровой глубине мне давят ухи. Да, да. Дравление на 20. При долгих стоянках на стоячей воде прибор измерения скорости нужно вынимать из корпуса и вставлять вместо него в заглушку. Мы по неопытности пропустили этот момент, и нам пришлось расхлебывать последствия и набираться яхтенного опыта. Здесь два прибора. Один из них глубину меряет, второй лак, это скорость, прибор измеряющий скорость относительно воды. У нас не работает лак. Мы решили его почистить. Надо, чтобы он работал. Скоро выходить. Тут какие-то пломбы, видишь, из проволочки. Сюда хлынет сейчас забортная вода. Если она хлынет в большом количестве, что делать будем? Вот затычка лежит. Тут почему-то они две тут их сделали. Они какие-то разные. Давай попробуем. Я уже начинаю бояться. Может, не будем? Мы обязательно будем это делать. Это лучше сделать здесь, пока мы не ушли на якорную стоянку. Возле причала-то тонуть веселее, доставать проще. Зрителей больше, да? Зрителей больше. Насос кто-нибудь принесет быстро. Давай распутаем эти пломбы все. Давай попробуем открутить эту штуку. Что нам это даст? Нифига. Ну, ладно, открутили. Может, потянуть теперь? Ну, там, смотри, резьба. Ее саму надо выкручивать. Ага, не-не-не. Там все вклеено должно быть. Давай попробуем вот эту теперь. Она затянута. Может, нам уже заранее вызвать на твою помощь? Ага, подожди. Тут надо шплин достать вот этот. Мы должны знать свою лодку. Только пять пальцев. Ага. Что-то булькнуло. Смотри, они одинаковые. Мама! Ой! Это лак. Мы угадали. Не угадали? Угадали. Угадали. Шплинтик сюда. А это глубиномер, значит, он нам не нужен. Не так уж и много воды-то выбрали. Это все? Да. Вот наш лак. Странно, что он не работает, ведь он крутится. А, нет, он не крутится. Угу. Здесь булку слишком много наростов мешает. О! Пробило. Ракушки. Приросли ракушки. Сейчас разберемся, чем мы его чистить будем. Может быть, кислотой даже. Надо выдавить вот этот шплинтик и, скорее всего, достать крутилку. Главное не перепутать, в какую сторону она стоит. Кстати, дорогой прибор, между прочим. Вот, КТ раскрутило его до пяти узлов. До пяти с половиной узлов. Шесть узлов, КТ! Шесть узлов крутишь. Откуда мы разрушили домик? Шесть с половиной узлов раскрутило. Все, останови его резко. Что, на Кипр? Останови, на Кипр потом пойдем. Останови. Вот она его остановила, а скорость так медленно сбрасывается. И что это значит? Ничего, просто мы понимаем, как оно работает. И мы понимаем, что он ужасно воняет. Все же я решил его не разбирать, а почистить просто как могу. Раз он уже работает, уже крутится, почищу без разборки. Если какая-то деталь работает, лучше ее и не нарушать. Вот это ракушка. Вот это все ракушки. Часть корабля, часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля. Ну все, мы это дело очистили отверточкой такой и опреснили. Снимаются ракушки очень легко. Теперь все это крутится как назад, так и вперед. Без всякой химии все нормально. Можно подключать обратно. Оказалось, что это проще, чем мы думали. Вода его выдавливает, но он не пошел, он застрял. А, там закрывашка есть такая некая, точно. Там такая шторка стоит. Я чувствую, как она бьет. Это вот от нее был такой звук. Мне кажется, я сейчас упаду. Все, выключай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!